да очень интересный вопрос в европе конечно карты у нас почти больше 40 лет и карточные рынки они более ну консерваторы да они развиваются но не очень сильно между тем как в россии новый рынок тогда более наверное динамичные если например мы смотрим бесконтактный платежей у нас развивается количество бесконтактных платежей в европе на пять лет а в россии прорыв был наверное только в прошлом году ну а именно сейчас мы видим очень активный рост в этом сегменте и у вас очень много интересных проектов именно вот на эквайринге например что очень интересно что они недавно запустили проект по метрополитене в питере и той же на аэроэкспресс из домодедов в москву это же очень интересный проект и конечно не только поощряют использование бесконтактный платежей ну тоже когда просветает людей да что люди видят это и не понимают что а вот у меня есть pay pass pay wave на карте чем могу это быть полезно мне да такая такой трейд действительно есть и развивается и также развивается вниз не нас несмотря на экономические трудности люди уже убеждены что безналичные методы оплаты безопасной удобный и это это конечно набирает еще популярность именно сейчас ну тем не менее наличные я считал не исчезнуть сохранится какая-то доля платежей который всегда будет наличными это 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 доля остается я я считаю время покажет очень хорошее впечатление очень большой набор тем интересных делегатов очень нам очень интересные из разных компания разных стран и теме которые были на презентация очень актуальны и для россии для мира вообще что касается мобильных платежей мы до сих пор не может не уделялись только внимание мобильным платежем ну мы уже видим этот рост который стимулирует именно развивающихся рынки как в россии и понимаем что это эти тренды продолжаться ближайшие пять-шесть лет и конечно мы вот наши исследования будем уделять больше внимания на на эти в англии например в этом году начался android pay на три банки начали активировать для клиентов ну пока одни очень развита и я думаю что люди относительно консерваторно относятся к этому они они им должны понять почему это полезно почему им нужно и конечно самое важное что это безопасно и они до сих пор не не ни ни что процента верят на развивающихся рынках люди наверное адаптируются быстрее и они более на умения консерваторные относятся к новым технологиям потому что они уже видели протяжении несколько лет много перемен значит они наверное склоняются больше к приема новых методов оплате и так далее